Солнце в глаза, не заметил? Да вот случайно не заметил. Больше так не буду. Сказать, кто чаще всего оказывается виновником ДТП, сложно. Водители понимают, что преимущество на дороге у пешехода, но чаще все же не уступают, говоря в свое оправдание «торопился» или «не заметил». При этом и сами пешеходы не ангелы, перебегают дорогу там, где не следует, или, чувствуя свое преимущество, вальяжно вышагивают по зебре, говоря при этом по телефону. А потому, уверены сотрудники госавтоинспекции, здесь лояльность неуместна. Нарушил – заплати штраф. Водителям такая оплошность будет стоить 1500 рублей, а пешеходам – 500. И хорошо, если такая ситуация закончится только штрафом, ведь последствия аварии могут быть трагическими. Поэтому сотрудники ГИБДД намерены регулярно проводить в Твери рейд-пешеходный переход, чтобы добиться уважения между всеми участниками дорожного движения. Цель его – это еще раз напомнить, в первую очередь, водителям о том, что необходимо пропускать пешеходов, переходящих в проезжую часть, по нерегулированным пешеходным переходам. Нерадивым водителям, которые не предоставляют преимущества пешеходам, госавтоинспекторы прочитали лекцию и показали фильм с последствиями того, что может быть в случае несоблюдения правил дорожного движения. Водитель не заметил, пешеход торопился. В итоге печальная статистика. С начала текущего года на дорогах в Тверской области произошло 277 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 48 человек погибли и 243 получили различные ранения. По сравнению с прошлым годом эти цифры увеличились. И все это, казалось бы, на безопасном участке дороги. Педагоги, сотрудники госавтоинспекции, родители, детям рассказывают, что здесь вы будете в безопасности. К сожалению, не все водители делают так, чтобы действительно пешеходный переход был безопасен. Основным нарушением при проезжении пешеходных переходов выделяется непредставление преимущества движения пешеходам. С конца лета и начала осени в Твери заметно начали модернизироваться пешеходные переходы. Появилась двухцветная разметка, светофорное регулирование и новые знаки. Однако, несмотря на новшества, нарушения продолжаются. Они приезжают, просто один раз даже вот так мимо прилетели. Очень страшно, вдруг собьют. Ну, раз пропускают, да, так как бы нормально, зависит от водителя, я считаю, да. А так иной раз стоишь, то есть шагнула я на зебру, и бывает, что несутся они, то есть едут. Но даже если пешеходы научатся правильно переходить проезжую часть, дорожно-транспортные происшествия без добросовестных водителей сократить не удастся. Чтобы хоть как-то уменьшить количество аварий, госавтоинспекторы намерены каждый месяц выходить на дорогу с целью добиться взаимоуважения между пешеходами и водителями. Но у последних на этот счет свое мнение. Когда целый день за рулем едешь, и тебя уже напрягает вот эта обстановка городская, пробки и так далее, то есть уже сдают нервы у водителя. Очень много машин появилось в городе. Водитель не замечает пешехода. Я вообще автолюбитель, очень часто езжу за рулем, но правила дорожного движения в качестве пешехода, это надо учитывать очень строго и соблюдать его. Проживете дольше.